Привет, меня зовут Сына, и я нахожусь в Непале, в городе Катманду, и это было самое сложное попадание в страну. Я расскажу почему, а чтобы было не скучно, можно пока прогуляться по улицам Катманду. Если вы смотрели предыдущую серию, то знаете, что в Сингапуре приватбанк сблокировал нам карточку. Поэтому мы, как умные котики, решили в Сингапуре больше неги не снимать и полетели в Катманду без налички, думая, что аэропорт же снимем. Нет. В аэропорту оказался один банкомат, и то неработающий терминал для оплаты визы не работал, мы без налички, денег нет, что делать непонятно. В итоге мы мыкались по аэропорту где-то часа 4-5, потом спустили под залог паспортов на сутки добыть денег. К счастью, в городе Катманду деньги бы добыли, визы мы получили, кончилось все хорошо, но это было очень-очень весело. А вот так выглядит центр прекрасного города Катманду. А вот так выглядят и звучат маршрутки, прекрасно, которые на Катманду. А без маски здесь никуда, потому что дико пыльно. Вот мы сейчас идем по улице, идем по улице, по типичной улице, и сейчас здесь почти никого нет. Поэтому сейчас здесь не очень пыльно, но обычно здесь очень... А, нет, вот уже есть. Очень-очень-очень пыльно. Катманду не только многолюден, но и очень колоритен. Главная достопримечательность города Катманду это сам город. Можно гулять по его улочкам и дворикам, и находить бесконечные святилища, храмы, древние стены, древних домов. В общем, все очень красиво. Это прекрасное блюдо называлось долбат, и оно стало моим любимым блюдом в Непале. А подкрепившись, мы пошли в Манки Темпл, Хан Безьян. И вот эти все флажки, которые вы сейчас видите, это буддистские мантры. Флажки бывают пяти разных цветов, на них написаны священные слоги. Ом, Ма, Ни, Фадме, Хум. Это все вокруг называется Манки Темпл, обезьянный храм. Здесь много обезьян, но фишка не в этой, фишка в этой центральной ступе. И так как это буддизм большой грязницы, здесь много барабанчика. Сейчас мы будем крутить по кругу. Но сначала обезьянки. Субтитры создавал DimaTorzok А еще в Катмандуис храм сложен названием Пашупати Натх и в нем жгут. А за моей спиной жгут людей. Да, жгут людей. Мертвых, наверное. Надеюсь. Это была плохая шутка, а на самом деле Пашупати Натх это крупнейший и важнейший храм Шивы не только в Непале, но и во всей Индии. Сюда приходит куча паломников, а быть кремированным здесь считается большой удачей и очень хорошим знаком для будущей жизни. Кроме мест для химации в комплексе много маленьких храмов Шивы и 108 лингамов. Кроме лингамов здесь есть обезьяны, коровы, индусы. В общем такая типичная маленькая Индия в центре Непала. Сегодня в Непале новый канун нового 2075 года, так что с Новым Годом! У нас тоже третий Новый Год в этом году. С Новым Годом! Сегодня первый день нового 2075 года в Непале. В честь этого нам поставили новогодние тилаки, а сейчас на площади Дурбар. Это центральная площадь, где я снимал с Доктор Стрэндж. Так что нужно будет пойти договориться с Дормаму. И эта площадь очень сильно пострадала от землетрясения в 2015 году, если не ошибаюсь. А еще покупая билет сюда на один день, ее можно продлить на месяц бесплатно. Это круто, я считаю. И сувениры, сувениры, сувениры. В этом доме живет девочка, которая считается сведевым воплощением индуистской богини. Она показывается из окошка дважды в день, поэтому заранее собираются люди, чтобы ее увидеть. Снимать, фоткать ее нельзя, поэтому просто знайте, что она здесь. Увы, но Кумари в тот день мы не увидели. Это неудивительно, ей сейчас всего 4 года, она далеко не каждый день выходит к людям. А сама площадь Дурбара вызвала смешанные ощущения. Конечно, она красивая, но 5 лет назад она очень сильно пострадала от землетрясения, и сейчас почти вся в лесах. И на ней слишком много людей. Просто слишком много людей. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... А это была обычная непальская свадьба, ничего особенного. И после Катманду мы сели в автобус и поехали в город Пакхару. Поехали по такой горной дороге, что иногда смотреть вниз было просто страшно. Пакхару называют мировой столицей трекинга, потому что именно из Пакхары многие идут в трек вокруг Анапурны, трек к Анапурне и кучу-кучу других треков в горах. Кроме магазинов трекинга здесь есть цапли, озеро и горы вокруг. Если загуглить озеро Фелла, то на картинке будут красивые снежные горы, окружающие красивое озеро. В реальности горы, конечно, есть, но из-за постоянной дымки их нифига не видно. Говорят, что снятыщники можно увидеть, может быть, раз в неделю, раз в месяц, в зависимости от погоды. Но это явно не сегодня, и не вчера, и, наверное, даже не завтра. Сто коров можно увидеть всегда. На этом у меня все. В следующей части будет сам трек вокруг Анапурны. Пока подписывайтесь на канал, ставьте лайки и следите за событиями. Субтитры сделал DimaTorzok